Здравствуйте, в эфире Москва-Баку, с вами Инна Лисовская. Сегодня мы в гостях у, не побоюсь этого слова, друга нашей редакции, художественного руководителя одного из ведущих театров Москвы Геликон-Опера Дмитрий Александрович Бертман. Очень понятно. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько тесно Геликон-Опера сотрудничает с Азербайджаном? У нас огромное количество историй нашего сотрудничества, потому что, ну, во-первых, наш театр очень часто приезжал в Баку, и мы работали в Баку, у нас были гастроли, во-вторых, я ставил в Баку оперу «Интизар», у нас в театре работают солисты из Азербайджана, в данный момент, вот сейчас у нас недавно совсем была премьера азербайджанской оперы «Золушка», и у нас часто дирижирует Елчин Адагизалов, замечательный дирижер, наш друг, нашими спектаклями в Москве. Но огромные связи. Вообще, культура, она связывает государство, и мы являемся очевидцами, как Азербайджан развивается вот именно в сфере культуры, сколько объектов построено, какие коллективы потрясающие работают в Азербайджане, какие замечательные артисты, славят музыку Азербайджана по всему миру и вообще искусство, оперное искусство. Поэтому связи огромные, и мы очень имя дорожим. Вы упомянули о том, что у вас новая сцена. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что это материально-техническая база, какая-то суперновая для того, чтобы ставить что-то... Да, у нас была огромная реконструкция, которая очень долго продолжалась. Это такая была очень болезненная ситуация, которая, в общем, с приходом мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина разрешилась. И сделана была уникальная реконструкция. Восстановлен полностью, реставрирован сам дворец Книги Нишаховской, который является главным строением этой усадьбы. И во дворе этой усадьбы, в потрясающем дворе, который был когда-то первой парковкой практически Москвы, потому что это был каретный двор, то там сделан зрительный зал, очень красивый. И там уникальная сцена, потому что она оснащена реально... Мы шесть лет назад открылись, но до сих пор я могу смело говорить, что это по последнему слову техники. Я даже не знаю равной сцены, которая так оснащена, как сцена геликон-опера. Вот раньше, когда я ставил за рубежом многое, я всегда приезжал с разных сцен и думал, ну надо же опять возвращаться в такое вот, в наше скромное жилье. И мне очень долго не хватало времени адаптироваться к этому. И этот период был действительно очень долгий, чтобы привыкнуть опять к этим размерам сцены, к тому, что ничего на сцене нет. Сейчас, когда я приезжаю за рубеж, то у меня все время ощущение, ну почему же здесь нет того, что есть у нас? Это отличный рост! То есть, да, то есть все наоборот произошло. И сегодня, вот сейчас я еду ставить тоже в Германию, и я уже себя запираю, свою фантазию запираю теми возможностями, которые есть в Deutsche Oper там. Потому что у нас, возможно, все. У нас сцена с нижней машинерией, она ездит, она 26 площадок, которые там летают вверх-вниз, штанкетное хозяйство, которое не просто штанкеты, а которые плавающие штанкеты, танцующие, которые можно запрограммировать в разные режимы. У нас последнее поколение световой техники. Вот совсем недавно, в этом году, Москва нам приобрела самое последнее поколение проекционного оборудования, лазерного, Panasonic, которого еще тоже нету нигде. То есть, безламповые проектора, которые очень мощные, и мы ими уже пользуемся в этом году уже очень активно. В постановках, да? В постановках, да. Поэтому у нас действительно тут очень здорово, у нас такой свой тут мир, очень красивый, и у нас потрясающие выставки проходят, потрясающие интерьеры. В общем, мне кажется, что это такой театр с уникальной территорией счастья просто. Расскажите, вот вы упомянули Золушку, которая премьера, если мне не изменяет память, по-моему, была первый раз год назад, или даже два года назад, да? Она идет, и я так понимаю, что она вошла уже в репертуар, потому что... Конечно, Золушка идет в репертуаре, Золушка Вайнштейна идет в репертуаре, пользуется грандиозным успехом. Этот спектакль ставил наш режиссер Илья Ильин, я могу смело по этому говорить, чтобы хвалить его. Я думаю, что на Бродвее бы позавидовали такому спектаклю, потому что он, ну, помимо того, что это потрясающая музыка, там великолепные актерские работы, но он тоже технически так оснащен, там такие чудеса на сцене, там такие превращения тыквы в карету и мышей в лошади, которые несутся над всем зрительным залом. Мне кажется, что любой ребенок и каждый взрослый, который пришел с этими детьми на этот спектакль, становится постоянным поклонником и оперы, и театра, и, конечно, геликон-оперы. Учитывая, что Золушка, как вы уже упомянули, она пользуется популярностью, то есть азербайджанская музыка, восточная музыка, которая переносит нас куда-то, расскажите, вы имеете какие-то, может быть, планы, мечты? Конечно, у меня есть мечта, чтобы мы Золушку, во-первых, привезли в Баку, но сейчас проблема в том, что в Баку, я очень надеюсь, что скоро реконструюет оперный театр, потому что это действительно проблема, потому что здание в очень печальном состоянии, я это знаю, и я знаю, что Ильхан Гейдарович, мы с ним даже общались на эту тему, он прямо сказал, что мы обязательно оперу приведем в порядок, и я уверен, что так и будет, и тогда там будет, наверное, тоже сцена очень оснащена, мы сможем привезти, потому что сейчас проблема найти сцену такую, где мы могли бы сыграть эту Золушку. А вообще, конечно, у меня есть идеи всякие по поводу Сервили, есть идеи по поводу Уэллы Меджнун, хотя это проблема, потому что мугамные певцы в Москве нет, но их нет, но я думаю, что это тоже можно решить. У меня давно была идея с Уэллы Меджнун, я надеюсь, что когда-нибудь я смогу это сделать. У меня есть решение, как сделать этот мугам по-настоящему действенным, поэтому я думаю, что это великое произведение, и мне кажется, оно еще не до конца раскрыто миру в своем величии. Вы сказали о том, что с Елчином Адагизаловым, и не раз вы уже подчеркивали в своих интервью и комментариях, что Геликон Опера, и вы лично очень дружите, и он тоже в интервью нам говорил о том, что это прям тесный такой творческий тандем. Может быть, вы с ним обсуждали что-нибудь, потому что, учитывая, что он часто в Турции находится, может быть, какой-то такой азербайджанно-российский тандем. Но Елчин вообще, он фанат азербайджанской музыки, он всегда, когда мы с ним встречаемся, он меня знакомит с какими-то произведениями, о которых я не знаю. С Елчином мы познакомились впервые в Турции, кстати, мы делали с ним «Князя Игоря» оперу «Бородина» в Стамбульской опере, и с тех пор мы с ним очень близкие друзья, и я очень хорошо знаю его семью, и сейчас очень переживал, когда у него умерла мама, потому что для меня это была информация тоже такая очень личная, и когда я увидел в Фейсбуке эту грустную новость, у меня просто было ощущение, что действительно в моей семье что-то произошло очень трагическое. И, конечно, Елчин мне показывал очень много опер азербайджанских, и у нас с ним есть масса идей, чтобы это сделать. И сейчас хотелось бы узнать о планах «Геликон опера», чем, учитывая, что вы всегда удивляете зрителей, я не побоюсь этого слова, и всегда остается такое приятное послевкусие после каждого спектакля, расскажите, чем «Геликон опера» удивляет сейчас, и что будет ближайшее такое, что... Во-первых, в этом сезоне мы интересные сделали постановки. Во-первых, впервые в России исполнена опера на иврите, это израильская опера «Альфа и Омега», такое философское произведение про сотворение мира, очень интересный материал, композитор Гил Шохот, современный израильский композитор, который является лицом фирмы Рекорди, его знают во всем мире, очень интересная музыка, и спектакль мы сделали, который пользуется огромным успехом, несмотря на то, что это музыка современника. Мы сделали в этом году еще оперету Оффенбаха «Остров Тюлепатан», совершенно редко очень исполняемую, а точнее вообще неисполняемую, очень смешную, очень беспроблемную, глупую даже. И вот эта глупость, мне кажется, нужна сейчас, потому что мы так напряжены событиями, которые происходят вокруг нас, это этот коронавирус, эти все какие-то политические события, мне кажется, человек так в это во все уже вошел, что когда мы ему в театре рассказываем какие-то философские сюжеты, мне кажется, для него это еще информация, от которой ему становится не легче, во всяком случае. И мне кажется, нужен был спектакль вот такой, который просто полностью разблокирует мышцы мозга от всего. Вот мне кажется, такой спектакль получился, вот этот «Остров Тюлепатан». Следующая премьера у нас будет Аида Верди, которую мы делаем с художником, который является скульптором в Эстонии, Тауна Кангару, которая такая звезда в Эстонии. Вот все, наверное, знают его трубочиста знаменитого, которому надо нос тереть, вот все туда ходят, это вот, да. Но он, по-моему, турбочиста, там много в Эстонии, его скульптур, он такой народный герой там, вот, и он впервые делает как сценограф оперу, и вся опера будет сделана на скульптурах. Помимо постановок здесь идут, насколько я знаю, и социальные проекты «Геликон опера» идет. Расскажите об этом, потому что я знаю, что есть и с детками работает «Геликон опера», то есть театр не только фокусируется на постановке. Да, у нас в театре огромное количество таких рядом проектов, очень есть ценные, есть даже, которые, мне кажется, ценнее нашей основной деятельности, по большому счету. Потому что вот у нас есть такой проект «Театротерапия». Это мы работаем с детьми-наркоманами, мы работаем вместе с наркологическим госпиталем детским в Москве, и дети, мы их снимаем, в общем, с наркотиков, можно сказать, и посажаем их на наркотик театра. И вот на этом построена эта система. Притом где-то 99% у нас успеха с этими детьми, и эти дети меняют полностью все ориентиры в жизни, меняют полностью интересы и становятся фанатами театра. И многие из них уже, из выпускников нашей программы, стали студентами театральных вузов и в ГИКа, и кто-то уже занимается режиссурой. В общем, вот такой грандиозный проект, потому что судьба каждого этого ребенка меняется полностью. К сожалению, мы не можем в этом проекте еще больше детей задействовать, просто мощности не хватает. Но это грандиозное дело, я думаю, что когда-нибудь кто-то будет защищать диссертацию на эту тему, потому что это такая важнейшая вещь, которую мы делаем. Ну плюс у нас есть такой проект Progedy Kids, тоже очень интересный проект, когда дети приходят с родителями в зрительный зал и смотрят на детей вендеркиндов, которые играют на всех инструментах и так далее. И весь смысл в том, что это не просто концертных детей, а они могут пообщаться. И вот ребенок тоже рассчитан на что, чтобы ребенок мог подумать, а почему я так не могу, я тоже хочу попробовать. То есть они смотрят на своих сверстников, как те владеют инструментом и так далее. То есть вот такой тоже провокационный проект. Притом многие участники этого проекта становятся потом лауреатами международных конкурсов. Там Дениса Мацуева, разных детских конкурсов. Многие поступают после этого в консерватории, становятся лауреатами больших взрослых конкурсов. Это уже проект несколько лет идет, и он пользуется тоже грандиозным успехом. Это вот такие два проекта. Когда началась пандемия, и мы все вещали онлайн, то мы еще открыли один проект, потому что с этим вирусом огромное количество людей остались с хроническими заболеваниями, которых очень сложно было госпитализировать по всей стране. И мы открыли такой онлайн-проект, мы вам поможем, где приходят лучшие врачи, например, онкологи, в театр. И в онлайне ведут лекции такие, именно не для врачей, а именно для пациентов, которые их слушают на нашей театральной платформе. Это наша публика. Вот азербайджанский пианист Фаралиев очень часто у нас поиграет, он наш постоянный резидент. Кстати, тоже наша связь с Азербайджаном. Поэтому я думаю, что театр живет такой полной жизнью, и это очень здорово. Дмитрий Александрович, и учитывая, что сейчас все полны надежд, что вот этот тяжелейший период пандемии, он завершается, и все преисполнены тем, что что-то будет хорошее, а театр всегда дает вот эту надежду. Вот скажите лично для вас, как того, кто направляет Геликон-Опера, какой бы вы сформировали, сформулировали девиз для себя сейчас, вот на сегодняшний день, что для вас приоритет? Ну, во-первых, слава богу, что как бы уходит вирус, как бы, но он не уходит. Мы должны просто научиться с ним жить. И надо понимать, что он никуда не ушел. Мы потеряли очень много людей с этим вирусом, и друзей, и знакомых, и учителей, и членов наших семей. И, в принципе, каждая семья, как во время войны, тронута этим вирусом. И это очень печально и ужасно. События, которые происходят в мире, они тоже очень печальные. И я думаю, что сегодня для театру очень важно держать вот эту планку, любви. То есть тут должна жить любовь. И эта любовь не должна зависеть ни от коронавируса, ни от военных каких-то ситуаций в мире. Это сложно не быть зависимыми. Но мы должны делать все, чтобы зрители к нам приходили абсолютно разные, любые. Чтобы они понимали, что здесь нет никакой политики, что здесь нет никаких опасностей. Что здесь можно, как в храме, расслабиться. Только храмы бывают тоже разных религий. А театр – это храм, который объединяет вообще всех. Спасибо огромное. Напомню, мы сегодня в гостях у художественного руководителя «Геликон-Опера» Дмитрия Александровича Бертман. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.